Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, рада всех приветствовать на своем канале. В данном видео хочу вам предложить расклад совет, вне зависимости от ситуации, которая происходит в вашей жизни, чтобы вы могли для себя что-то прояснить или посмотреть, как вам следует действовать в той или иной ситуации. Работать мы сегодня будем с вами с Оракулом Хэллоуин. Сейчас я его открою. Так, ваша задача, как всегда, это настроиться на расклад, настроиться на меня, проговаривать вашу дату рождения, проговаривать ваше имя. Тут вопрос, который вы задаете картам. И, собственно, будем с вами работать. Всего у нас будет 8 вариантов. Карты достаточно большие, поэтому тасовать их не совсем удобно. Предварительно все равно их перемешала. Поэтому давайте зададим картам вопрос. Как вам действовать в той или иной ситуации? Какой будет совет? Итак, выкладываем арканы. Раз, два, три и четыре. Так, сейчас пододвину, чтобы вам было хорошо видно. Итак, всего 8 карт, всего 8 вариантов. Пожалуйста, сосредоточьтесь и выберите ту карту, которая смотрит непосредственно на вас. Для тех, кто выбрал первый вариант, как вам поступить в текущей ситуации? Вам выпала замечательная карта, называется она «Вичная любовь». Особенно если она касается взаимоотношений, личной жизни. То здесь карты советуют либо развивать отношения, либо помириться, или дать второй шанс. Либо первой – пойти на контакт. Если вы на текущий момент одиноки, то карта четко говорит о том, что вы встретите в ближайшее время свою половину. Это в рамках ближайшего полугода. Если вопрос касается работы, это какие-то удачные финансовые сделки. Если вы безработные, то это называется «Найти работу по душе», которой вы будете реализованы, у которой у вас будет карьерный рост и, в принципе, какая-то стабильность. Если с позиции финансов, то это хороший финансовый рост, карта финансового дохода. И в целом текущий аркан, он благоприятен во всех смыслах. Даже с позиции здоровья, вечная любовь – это, знаете, сама по себе ситуация, которая преодолевает любые болезни. Потому что вечная любовь, она за грани смерти, то есть она превосходит ее. Поэтому карта положительна для вас во всех аспектах. И если с позиции совета, что вам делать, проявляйте активность и идите навстречу. И будете за это вознаграждены. Так, для тех, кто выбрал второй вариант. Карта вампира. Здесь карта говорит четко о том, что присмотритесь к своему окружению. Потому что в текущей ситуации что-то или кто-то против вас. Вас элементарно вампирец. Вас элементарно, скажем так, сосут энергию во всех смыслах. То есть, либо неподходящий партнер, либо в целом какие-то погрязающие отношения. Если на текущий момент вы одиноки, то здесь в этом виновата ваше окружение. То есть, либо ваши близкие родственники, либо ваши друзья. Потому что карта является четким указанием на то, что виной происходящему в вашей жизни является непосредственно ваше окружение. Которое нужно либо сменить, либо каким-то образом перекрыть им канал доступа к вам. Если с позиции работы, ну, совет либо поменять работу, потому что здесь не совсем благоприятная атмосфера в коллективе. Если вы безработный на текущий момент, здесь тому виноват могут быть какие-то ваши завышенные ожидания. Если с позиции финансов, то карта вам четко говорит о ситуации, что деньги утекают сквозь пальцы. И виной тому какой-то ряд обстоятельств, которые исходят от ваших родственников. Потому что все денежные траты связаны именно с этим. Но если рассматривать вопрос с позиции здоровья. То есть здесь вот о вас вам перед, мало того, что с вас энергетик, у вас пробита защита. Поэтому если у вас есть сомнения по поводу наличия на вас негатива, то негатив на вас 100% есть. В плане совета, что вам делать, это называется перекрыть канал всеми доброжелателям, ну и поставить защиту. Если это касается энергетической точки зрения. Если же с позиции взаимоотношений, деловых отношений. Или с позиции финансов, то есть отсечь все ненужные связи для того, чтобы добиться благополучия. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. Лампа. Лампа называется все в конце тоннеля. Другими словами, в плане отношений. Карта указывает на то, что займите выжидательную позицию, не предпринимайте резких движений. То есть время все расставит по своим местам и осветит вам путь, к которому вам нужно идти. Просто нужно выждать. Слово, какие-то факты, скажем так, да, на свет, которые четко внесут коррективы. Либо в отношения, личную жизнь, либо в плане финансов, либо в плане работы или здоровья. То есть будет внесена ясность. Вы сможете найти свет в конце тоннеля. Здесь нужно выжидать. Выжидать. Либо, знаете, если с позиции отношений, эта карта еще, знаете, как осветить дорогу путнику, который ищет вам дорогу. Поставить лампу на подоконнике. Иначе, если перефразировать, то карта говорит, ну, не торопите события. Всему свое время. Ваше от вас не уйдет. И человек, который должен найти вашу жизнь, он обязательно в нее придет. На текущий момент ваша задача исцелиться душевно. Создать этот свет внутри себя. Убрать все ненужные ограничения. И тогда все придет как по маслу. В плане финансов, эта ситуация, если вы что-то задумывали, финансового роста. В плане работы, опять же, блестящие перспективы. Но и с позиции отношений, всему свое время. Здесь четко нужно занять паузу и выждать, и посмотреть, что будет происходить. Так, для тех, кто выбрал четвертый вариант. Это символ Хэллоуина, да? Джек Лантерн. Это карта защиты. Защиты во всех смыслах, во всех сферах. Потому что вот эта вот тыква, в которой горит внутри огонь. Это карта своего рода как джекпот. Зорвать джекпот. В плане личной жизни, разрешение конфликтов, ситуация примирения. Причем здесь вам не нужно будет делать никаких дополнительных шагов. Все решится само собой. То есть ситуация сама себя исчерпает. Если вы одиноки, это перспективы встретить вторую половину. Если в плане финансов все решится благополучно. То есть если вы спрашивали, там, вам у вас кто-то взял денег, долг теребитым человека или нет. Нет, деньги вам вернут. Либо же в целом карта говорит о том, что все, что касаемо работы, финансов, здоровья, либо личной жизни, разрешится благополучно. То есть в зависимости от того, какой вопрос вы сюда задавали. А с позиции совета, что вам делать, положиться на судьбу. Потому что вы находитесь под защитой. Под защитой либо вашего родового канала, либо ваших ангелов. Поэтому все решится благополучно. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Сквозь свет, скелет света. Здесь карта вас призывает внести ясность. Ясность либо в отношения. То есть, грубо говоря, прояснить интересующие вас моменты. Какие-то недомолвки с партнером. То есть не бояться, не замалчивать, а именно проговорить. Внести какие-то коррективы. Может это будет болезненно. Для кого-то это будут перспективы и разрывы отношений. Но вот эта вот ясность поможет вам коренным образом изменить жизнь в лучшую сторону. Если с позиции здоровья, то необходимо пройти дополнительное обследование. Либо сменить специалиста. Либо пройти переобследование у других профильных специалистов. Потому что здесь нет ясности. С позиции финансов это какие-то туманные операции. Это может быть попахивать мошенничеством, откатом. То есть те, скажем так, сферы, куда вас пытаются впутать. И вы не знаете, какие, скажем так, перспективы вам это принесет. И с позиции работы это какие-то деловые предложения, которые слишком туманные. То есть если вы безработный, то тут не ясно. То есть вам предлагают работу, но нет шанса, что вы на нее устроитесь. С позиции финансов, ну такое достаточно смутное представление о полученном доходе. И с позиции работы здесь тоже, знаете, такие туманные перспективы в плане карьерного роста. То есть здесь очень много обещают, но мало делают. Поэтому ваша задача расставить все точки над «и». Вот какой совет дает вам эта карта. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант. Так, ну здесь карта символ Хэллоуина, да, Джей Катрет. Когда ходят по домам, собирают угощения. Выходить в люди, в новые социальные знакомства. То есть воспринимайте как хотите. Знакомьтесь с соседями, регистрируйтесь на сайтах. Здесь вам крайне необходимо общение. Особенно с позиции личной жизни. Если на текущий момент вы находитесь в отношениях, как в паре, да, то карта говорит о том, что попытайтесь друг друга узнать в любых, скажем так, может быть даже экстремальных ситуациях. То есть проводите времени как можно больше вместе и как можно чаще. Причем не просто с позиции приятного времяпрепровождения, а попытайтесь узнать своего человека абсолютно с разных сторон. То есть может быть в каких-то трудных ситуациях. Создайте ему такие условия. Если на текущий момент вы одиноки, то карта вас призывает оставить одиночество. Не знаю, там где заниматься спортом, каким-то хобби, какими-то увлечениями. Потому что здесь знакомства, которые могут быть перспективными, которые вам могут принести крайне положительные результаты. В плане финансов здесь будут какие-то рискованные аферы из серии «Кошелек или жизнь». Поэтому извести здесь все за и против. Если с позиции здоровья, то карта не советует вам проводить какие-то рискованные операции либо косметологические вмешательства, потому что здесь их исход неизвестен. Ну а если просто в плане работы, то обзаведитесь знакомствами либо связями, они вам помогут выйти на новый карьерный уровень. Особенно это касается людей бизнеса. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант. Сердце. Это, знаете, счастье в ваших сердцах и в ваших домах. Ну что могу сказать? Аркан позитивен во всех аспектах. Это теплота домашнего чека. Это такая вот семейная дилия, чаша любви, теплоты, заботы, уюта и комфорта. Если вы находитесь в отношениях и вас мучил вопрос, как поступить, действуйте смело. То есть, если у вас были какие-то премии, миритесь, либо делайте первый шаг, либо в целом идите навстречу партнеру. Если вы сомневались выходить замуж или нет, это именно ваш партнер. Человек, который вам подарит действительно тепло семейного очага. Если вы одиноки, то вы будете мало того, что окружены любовью своей семьи, так и вы встретите в течение ближайшего полугода человека, который вам этот очаг подарит. В плане финансов, это хороший доход, но здесь все доходы путаются на домочадцев, на обустройство вашего дома, куплю-продажу дома, то есть создание своего очага, своего сердца, частички своей души. В плане работы, это, знаете, работа как дом родной, может так проиграться. То есть, вы чувствуете себя очень комфортно, либо по сути вы живете на работе, знаете, как говорят, замужем за работой. Поэтому здесь, ну, аркан крайне благоприятен. Если с позиции, что вам делать в текущей ситуации, во-первых, карта призывает вас довериться своей интуиции, своему сердцу и создать для себя в этой ситуации максимально комфортную обстановку. То есть, действовать по велению вашей души. То есть, если вы сомневаетесь, там, переходить на эту работу или нет, если для вас эта обстановка, в первую очередь, будет комфортной, уютной, переходите. Если этого фактора нет, то даже не думайте. Также с позиции личных отношений, также с позиции финансов. Если вот вы сомневаетесь по поводу того, вкладывать во что-то или нет, посмотрите, насколько надежна эта организация, либо насколько надежны эти люди, насколько они стабильны. Это еще, знаете, как не только указание на то, чтобы вы верили велению своего сердца, но на том, чтобы вы еще прощупывали почву, проверяли людей, каковы они являются на самом деле. Ну а с позиции здоровья, это прекрасное самочувствие, это улучшение здоровья. Если у вас были какие-то вопросы, связанные с выздоровлением, здесь однозначно будет ситуация благополучного разрешения ваших проблем. Так, и для тех, кто выбрал восьмой вариант. О, Джой! Вообще-то карта радости. Самый замечательный аркан, наверное, из всех тех, которые здесь есть, потому что в вашу жизнь восходит нечто радостное, нечто позитивное, нечто крайне замечательное. Это исполнение желаний, это реализация ваших планов, надежд. Если с позиции отношений, ну вот знаете, либо встретить того мужчину или женщину своей мечтой, либо, наконец-то, отношения повернутся в том русло, в том контексте, как вы захотите, вне зависимости от того, что это будет. Либо бракоразводный процесс, для кого-то тоже ситуация исцеления, да? Либо для кого-то ситуация бракосочетания. В плане здоровья карта говорит о том, что уделяйте по максимуму время профилактическим процедурам и косметологии. Ну то есть вкладывайте как можно больше денег в себя. Получайте от этого радость, душевное удовольствие, комфорт. С позиции денег – рост финансовой прибыли, благополучия. С позиции работы – достижение каких-то новых карьерных высот. В плане совета, как говорит карта, что вам делать в этой ситуации? Получайте радость. Если от какой-то текущей ситуации вы не получаете удовлетворения, положительных эмоций, отказывайтесь от нее. Тем более, если вы не можете ее разрешить, не ставьте ее на паузу. Просто отказывайтесь от нее. То есть пересекайте на корню, потому что ситуация, скажем так, у вас идет в негативное русло. А по этой карте вы должны получать только радость бытия. Вот такой вот у нас вышел расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как он у вас проигрывается или нет. Надеюсь, что советы от Оракула Хэллоуин для вас станут полезными. И используйте вы их рационально. Ну а я вас благодарю за внимание. С вами была Ива Лехцер. До новых встреч.